Здравствуйте, мои дорогие садоводы. Подчеркиваю, садоводы это лучшие люди на земле. Те, кто садит деревья, не способен вырубать их и не вырубать лес. Единственная беда в том, что вырубать приходится после глупых, страшных, диких садистских советов. Но мы это проходили, еще будем проходить. Значит, я это, кто так смело заявляет, Железа Валерий Константинович. Видно меня нет. Так. Ну-ка. Увидел свою рожу в этом самом зеркале. Это машина. Это мое рабочее место. Вот это мой завтрак. Вот это вот тайга. Настоящая тайга. Это так называемый Саянский бор. Красоты необыкновенной. Посмотрите вокруг. Да, посмотрите. Здесь растет невиданное богатство. 37 лет назад здесь, стоя на этом месте, я стал садоводом. И когда-то меня назовут, громких слов не буду говорить, особым садоводом. Значит, смотрите. Я наречанин. Я приезжаю сюда с орденами, с почетными званиями. Самое главное из них, которое говорит о том, что все-таки, помните это присказку, жили три брата, два умных, один футболист. Вот. Меня хотели сделать третьим. Типа, жили были три брата, два умных, один металлург. И вот что получилось. Сюда приезжает металлург. Весь в почетных званиях. Вот. От бабушки. Это очень важно. Перед вами. Вернемся на машину времени. Вернемся на 37 лет назад. Перед вами юный садовод. Не знает, не умеет ничего. Бабушка-соседка, царство небесное, говорит. Да пойди в лес, накопай дичков. А потом раздобудешь черенки, привьешь. По соседству уже можно было добыть черенки. И вот я пошел в лес. Значит, с бабушкой. Она мне показала, как они выглядят. Я быстро ухватил саму суть, чем они отличаются. Наверное, от березы. Научился отличать от тополя, от сосны. Научился отличать. Вот. И даже от осины. И совершил свой первый уже маленький такое. Это еще не изобретение, но на распредложение потянет. Вот. Сейчас вы увидите, как это выглядело. Одеваю на шею этот самый фотоаппарат, который снимает это кино. Вот. Выхожу из машины. И мы пойдем. Сегодня 1984 год. Вернее, нет. Уже весна 1985 года. В 1984 я приехал сюда осенью. Ничего не успел. И так 1985 год. Так, кто этот интерес тут ходил? Собака. Вот. И вы поймете, почему я стал... Наверное, какие-то особые качества, которые сделали меня изгоем в научном мире, но первым среди садоводов-любителей. Вот. Это свойства изобретателей. Итак, мы зашли в лес. И где эти таинственные деревья, которые сделали мой сад лучшим в Сибири, а по качеству плодов лучшим в России? Смотрим. Идем. Я вас интригую. Пока я сам не вижу. Но дело в том, что именно здесь я иду по своим следам. Сейчас 1900 весна 1985 года. 1985. А на дворе, кстати, сейчас 2002 год. Да, 37 лет. Исполнится от первой моей садовой поступка. Происшло. Через 2-3 месяца будет 37 лет. Нормально, да? Так. Тут леший бродит. Вот, видите. Русалка. Нет, русалки тут нет. Да и не седет далеко. Вот. Но леший бродит. Вот, видите, следы. Итак, мы подходим к этому уникальнейшему месту. Вот. Еще раз говорю, уникальнейшему. Здесь березы. Вот они, кустарники. Огромные сосны. И здесь, я вас наинтриговал, вот он. Это яблони. Это яблони, которые сделали меня садоводом. Итак, перед вами официальное название ягодная яблоня сибирка. Вот. Ну, переростки. Когда я 37 лет назад, здесь был молодой-молодой сад. Из одно-двух, максимум трехлетних деревьев. Совсем молодой. Сейчас он, а сейчас уже, видите как, это переростки. Да, вот они. Ягодные яблони сибирки. Я даже пальцем буду, вот смотрите. Запоминайте, как они выглядят. Это учебный фильм. Вот он. Вот она. Вот она. Вот она. Еще такую, такую, можно выкопать. Я еще к главному не подошел. Только подхожу. Можно выкопать. И в расщеп вставить две палочки вот такие. Называется сереньки на прививку. Сейчас у меня в машине. Ой, надо было сразу показать. Я сегодня впервые в этом году. Уже весна скоро. Доканчивается январь. Меня добили все. Добила жизнь, потому что все дорожает. Добили садоводы. Хочу, хочу. Я сегодня впервые срезал 10 черенков медовые. 10 черенков. Раньше, правда, резал. Уже, врать не буду. Росмарина. Вот. 400 граммового Антоновки. Вот. 500 граммового Волдина Железа. Я так назвал. Вот. Но мы еще побродим немножко. Я еще подойду к самой сути. Только, простите, надо. Светить на звонок. Алло. Ага, привет. Я в лесу. Я снимаю кино. Я потом позвоню. Все нормально. Черенкова нарезал. Скоро поеду домой. Вот. Ага. Картошка. Еще что-то. Помню. А, еще сводить. Ну, все, пока. Люди слышат. Зрители будущие. Пока. Так, прошу прощения, но это жизнь. Никуда от этой жизни нам не деться. Прячу телефон. Поехали дальше. Итак, подхожу к сути. Не был бы я изобретателем, если бы я не взял. Во, 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 вот они уже. Вот эти уже можно выкапывать. Вот эти еще. Ну, тут расщеп. А вот такую можно, вот я ее шатаю, видите. Ее можно привить даже улучшенной каплировкой. Даже вот такими я умудряюсь прививать, вырастают мощные деревья. Но новичкам лучше, конечно, потоньше. Примерно вот такого диаметра. Итак, вот они, красавчик. Вот эти еще можно. То есть, что сделал я? Я подхожу к самой сути. Я люблю поговорить. Уж, извините. Вначале ругали меня за четырехчасовые фильмы, потом за трех, потом за двух. Потом часовые. Сказали, время меняется, нам некогда долго слушать. Потом получасовое, потом начали ворчать. Я пришел на десяти минут, и потом мне последний сказал так. Больше петлю не выдерживай, пожалуйста, делайте пятиминутные. Потом, правда, в комментариях его отругали, тот человек. Уже другие сказали, мы хотим слушать железо бесконечно. Вот, так что всем я угодить не могу. Подхожу к главному. К самому главному. Итак. Не, я не пошел за лопатой. Не, что вы. Это же железо. Я нарезал щенков в нескольких краснохуточских садоводах. Это были белые наливы, это были пипины. Это были, самое ценное, уже были тогда, это зимний сорт. Да, пипин шафранный и летний сорт, папировка. Еще было пару сортов несъедобных. А еще полукультурки. Я все это нарезал, взял прививочный нож и пошел в лес. Я все это привил на месте, вот самое главное, ради чего я тут и почему я стал садоводом. Половина пошло. Новичок, это впервые взял в руки нож. Вот. И, врать не буду, с десяток я перенес деревню. Я научился проливать за столом, правда чуть-чуть покороче саженцы, но тоже хороши. Вот. Эти саженцы, половина пошла у новичка. Да, пошло больше, но я-то не слепой. Я выбирал, первых прививок было штук 40. Я выбрал 20. Ну, допустим, 30 пошло, 20 хороших, таких полноценных. Я пришел сюда, у меня не было еще автомобиля. Я сюда и заявился вместе. Вот он хутор, отсюда не видно, но на прямой метров 300-500. Я не лентяй, я взял тележку, уже купил тележку, приехал на тележке, выкапывал. Они, вот такой, знаете, огрызки из кома земли, кома земли главная. Посадил. И у меня появился яблоневый сад. Потом от некоторых сортов отказался. Потом привозил что-то с Украины. Вот. Что-то с Москвы, чтобы мне морду не тыкали, что я тут это на готовом. Вот, получился великолепный сад. Некоторые сорта я назвал королями сада. Вот. Потом появились груши, потом появились, естественно, сливы. Сливы здесь были китайки, их было море, но это же китайки. А я на Украину, и у меня появились венгерки. В общем, вы поняли. Все началось отсюда. И кому-то эта информация пригодится. Вот. Дело в том, что... Вот сейчас я нарезал черенков. Сейчас я потихонечку пойду обратно. Нагляделись вы на эти. Вон они. Вон там. Это метров... Хоть вроде молодое дерево, но оно не такое молодое. Они тонкие и длинные. Здесь все заслоняет сосны. Они тянутся вверх тонкими длинными. Хотя этому дереву очень много лет. Еще скажу. В плане, как сказать, учебы, как говорил Пастер Печкин. Вот. Видите? Здесь когда-то было дерево. Его могла занести сюда птичка. Мне попадались такие. Семена раскидает. Вот. А потом... Оно погибает. Вот видите? Оно фактически мертвое. Вот это. На котором ком снега лежит. И вот пошли отводки. Вот отводки, отводки, отводки. И заразили огромное... Посмотрите вокруг. Это все сибирки. Вон они, вон они, вон они, вон. Внимательно. Посмотрите сюда. Все начинается с какого-то дерева. Возможно, вот с этого. Ну, тут я перейду дорогу. Вот эту тут дорога небольшая. Чуть не сковарившая. Ходит. А тут на санках кто-то. А там дальше опять мы их найдем. И вот даже с этого места можно посадить целый сад. Вот. Корневые отводки. Все, любые. Сколько я выкапывал. Вот тут, в этих местах. Не одну сотню. Прошли 37 лет. И теперь вы скажете. А ну это же дикари. Не должно приживаться-то. Литературу читал с железа. И тыкали меня мордой. Не приживается к сибирке. На мой сад посмотрите. Значит у вас не сибирка. Я говорю, сибирки. Нет, не сибирки. Нет, сибирки. Тогда я говорю. Несколько поколений. Одно из открытий железовых. Жду, когда хоть, ладно, в Нобелску, хоть госпремию вручат. Ну, правда, почему-то забывают каждый год. Вот. Видимо, там очередь из этих. Из приближенных. А так получается, что несколько поколений по железу, называется настояние ментора. Вот. И теперь в культурных яблонях, которые фактически остаются такими же крупными, огромными даже яблоками. До 500 и более грамм. Вот. К штате и грушам это относится. У них бродят гены дикарей. У груш сибирска. Ой, у сурика. У сурицка груша настоящая. А у яблонь, вот эта самая сибирка. Это чистая сибирка. У нее плоды, посмотрите, на свой ноготь. Нет, не на большой, не на средний. На ноготь, на мизинце. Вот такие у нее плоды. Там ближе к деревне уже гибриды. Там уже встречаются плоды. Там где-то метров через 500. Вдоль заборов. Уже плоды с размером со средний ноготь. С крупный ноготь. Большой ноготь. Вот. Это есть. А здесь сибирки. И вот то, что у меня в культурных яблонях, в этих самых ветках, которые я срезаю, уже из гены сибирок, делают их родственниками. Приживаемость под 100%. И, успею сказать, не успею. Вот. Ага, еще какая-то машина присоседилась. Успею сказать, не успею. Но скажу прямо сейчас. Вот. Увидел машину, сбился. Сейчас. Потом успею, не успею, успею, не успею. Я хотел сказать, что сегодня я нарезал черенки. Так. И когда я их привью, стопроцентная будет приживаемость к этим сибиркам. Вот. Потому что мы их не садим. Один год я садил, один год Сергей. Через 30 лет после меня возним много, здесь готово. Приживаемость под 100. А, и наконец-то самое откровение номер 2. 51 год увольняюсь с завода. У меня так называемая льготная пенсия. Вот. Шиш в кармане. Денег хватило купить АКУ. Все смеялись. Ведущий инженер на АКЕ катается. Поверьте, так было. Смеялись. Только за спиной. Чтоб морду не получить. И я это самое, на этой АКЕ ездил, но надо было продолжать жить. Так бывает. Вот. Когда сжигают сад на острове, причем специально сжигают. Вот. А жизнь продолжается, и я приезжаю на этой АКЕ, багажник худо-бедно есть, уже без земли накапываю 400 таких вот, я вам показал сейчас только, 400 таких вот дикарей, диких уссурийских, ой, заговариваюсь, диких сибирских ягодных яблонь. Название интересно, ягодное. Вот. Из-за того, что плоды мелкие, ягодные прозвали. Накапываю, прививаю. Это уже 51 год мне было. Так. Да, 51 год мне было. Уже не 34, как я сюда приехал. Опыт был. Привил за столом, посадил, вводил со завода весной, а осенью я уже продал. А спрос был бешеный. А я начал печататься, и меня начало снимать телевидение. еще на заводе заканчивал работу. Вот. А я уже стал, ну, в масштабах Сайногорска, Бакан, Минусин, стал знаменитым. Мне этой же осенью по 500 рублей эти 400 штук раскупили. Это было мое второе рождение как садовода. Все-таки сгоревший сад из двух тысяч деревьев. Это дорогое удовольствие стоило. Но руки не опустил. Вот все, что я хотел сказать. И, наконец, сейчас покажу вам черенки, которые я нарезал. Нет, для вас. Я, Сергей себе нарежет. Вот. Еще это. Сейчас ждет. Мороза у нас в этом году не было. До 30. Это не серьезно. Ну, может, где-то по ночам 32, выскакивали. Это не серьезно. Вот. И сегодня какое же число. Понедельник был вебинар 24-го. Значит, 26-й или 7-й. Я не помню. Я живу без памяти. Вот. Сейчас я вам покажу черенки, которые нарезал для вас. Причем 100-процентная гарантия, что для них эти морозы за 30 градусов это не морозы, а так. Тьфу. Вот они черенки. Вот они яблони. Приеду, замажу торцы. Вот. Здесь несколько уникальных сортов. Ну, и умудрился еще немножко нарезать. Фаину нарезал. Вот она. Вот они черенки фаины. Супер сорт. Личный мой сорт железовый. ну что, еще сколько осталось? Еще есть время. А я замерз. Так. Вот. Старею. Для меня 28 уже все-таки. Не, не, это не сахар. По молодости я без еды уезжал в тундру, в тундру, без еды, но с ружьем и со спичками. Я это называл школу выживания себе придумал. А сейчас все, руки замерзли, закалели, кровь не двигается. Но, тем не менее, еще прерываю. Дальше, что я хотел сказать. Уже сидя в машине, еще время есть. Через только через 9 минут отключится сама по себе видеокамера. что же еще сказать-то хотел. А, провожи, говорю. Итак, возможность есть такая, сразу. Вот, нет ничего. У меня получилось так, что, когда я увольнялся с завода, ну, правда, 17-летний опыт был, но, когда я увольнялся с завода, вот, я тогда не имел в кармане ничего. 30 тысяч рублей мне дали, когда я увольнялся, завод подарил, и 30 тысяч было за начки, я купил акулу, уже не тянул ни на что. И вот тогда я взял и выкопал эти 400 саженцев, а теперь считайте, май, июнь, июль, август, сентябрь, через 5 месяцев у меня в кармане было 200 тысяч рублей. Вот, я прикинул, что я стал зарабатывать больше, чем ведущий инженер на заводе, тогда очень плохо платили нам. Времена такие были, когда алюминий ниже себестоимости продавали, вот, нам перепадало что-то, не умирали с голоду, и ладно. Так что, никто нас не баловал, и садовод это такой человек, который должен выживать сам. Вот, я вам один из первых примеров, вы увидели Железова 85-й год весны, который здесь выкопал первые саженцы, на месте привил, лучшее перенес деревню, сковом земли, через 2-3 года у меня был просто сад, вот, со среднего качества, и вот что я хотел поговорить, времена-то, ребята, как изменились, да, у меня сейчас растет розмарин, у меня растет медовая, действительно медовая, вот, вот, медовая и все, вот, это я про яблони говорю, да, у меня и пипин, само собой, и северный сенап, жигулевская, король сада называю, с огромными, нет, не с большими урожаями, нет, не с большими, с огромными, вот, и еще назову 10, там, и кандили, и чего там только нет, вот, а берег до последнего не резал ни Антоновку, ни Московскую Грушевку не резал, ни не резал ни Папировку, и не резал Белый Налив, берег, знаете, почему, по одному дереву, а вдруг завтра что-то где-то, и все, и нету дерева, невозможно стало достать, это я вам жалуюсь, друзья, невозможно стало достать простые, надежные сорта, именно их сейчас надо называть супер, не, не это, не розмарин, не голден дэри, а именно Папировку надо называть так, вот, я Папировку угробил лет 30 назад, отпилил пару нижних скелетных веток, я был дурак дураком, нас сделали с вами дураками, штампы делал, вот, и только сейчас у меня Папировке где-то 5 лет, я чудом нашел, ведь вы представляете, что творится-то, все исчезает бесследно, вот, из-за этой дебильной, страшной, смертельной обрезки, ну вот, на этом, наверное, я и закончу, кстати, холодно, у меня заморгала зарядка, все, друзья, я надеюсь, что какую-то пользу я вам принес, вы видели настоящие сибирки, без всяких прикрасов, без всяких гибридов, вот, вы понимаете теперь, что если в одном саду растут, нет, не так, если в саду растут привитые деревья, вегетативные гибриды, где внизу сибирка, вверху роскошный сорт, вот, у меня будет целая серия еще фильмов, я вам отдельно буду показывать яблоки, первые волны, у меня много старых фотографий, те самые же, которые я сейчас только называл, которые стали редкостью необычайной, вы представляете, на рынке продаются, еще потрачу пару минут, на рынке продаются саженцы, все они, вот, стоит два человека рядом с саженцами, Тотаро, Володя, настоящий сад, свой сад, фотографии свои, на стенде у него, да, вот, осенью продает такие, эти самые, груши, не продает, да, и продает тоже, и сливы, роскошные, невиданные в Сибири, ни в одном институте нету, а у Володи есть, у нас тут несколько таких, ненормальных, вот, и рядом, я Володе снимаю, рассказываю, говорю, Володя, я про тебя расскажу, это, по телевидению, перевожу вот так камеру, в пяти метрах, говорит, здравствуйте, да, можно я вас пофотографирую, ответ, истерика дикая, и хорошо еще не прибили, не светь, покажите разрешение на съемку, а они меня знают, я по телевизору рассказываю, что сперва спросите, откуда дровишки, вот, как меня ненавидят эти торгаши, я ничего им плохого не сделал, я не показывал пальцем, я не показывал, чем они торгуют, не называл фамилии, не показывал, даже физиономию, я просто по телевизору говорил, спросите, откуда дровишки, вот, если Володя Тотаров, так он живет, набережная 25, вот, откуда дровишки, вот так вот, понимаете, сколько и садоводство начало умирать, потому что один Володя остался, несколько уже на том свете, великолепных садоводов, кто продавал, вот, а вокруг, а эти откуда, скал говорят, я говорю, какие калы, мне сказали, что вы это, с Крыма привезли, я говорю, я уже в курсе, а, да, но мы доращиваем в калах, как можем привезти саженец Крыма, и доращивать в калах, где минус 40, да, привозят на Володя, привозят на Володя, а потом это, еще и ленятся, бывает и по горшкам рассовывают, но чаще так и продают сухими корнями, вот наша действительность, начинаем, поэтому заканчиваю эту речь словами, ребята, начинаем с нуля, заброшенные сады, лесопосадки, я к Красноярску подъезжал, вот, семья Денисенко, мы это делали, проводили лекцию, этот мой семинар, или, а, да, семинар называется, вот, я говорю, остановите в любом месте, остановили, я говорю, вот они, дикие сибирки, они были так удивлены, отсюда, я в сторону Урала, с Урала звонок, вот, потом фотографию присылают, вот, на Урале, так, ну, может быть, одичавшие ранетки, все за это заражено, вот, за, это, Забайкалье, Иркутская область, Хабаровский край, Приморье, все, весь лес зараженными, но что же вы это самое, это покупаете, всякую, эти дрова у этих самых, у кого попало, доверчивость, у нас самая страшная черта, нет, не страшная, наша черта, доверчивость, российская черта, она, оправдана, она сродни доброте, она сродни самопожертвованию, просто люди добрые, которые способны на самопожертвование, которые способны на отчаянные поступки, на это, ну, знаете, в хорошем смысле, они есть доверчивые, они не могут, если бы были недоверчивые, они бы не были и добрыми, вот, и вот эта часть, характер доверчивый, довела до того, что у нас садов не стало, верят в торговцу дровами, верят, тому, что, если взял саженницу, он уже тут же искалечить, а потом посадить, сделать ему снизу штамп, не верхушку отрезать, чтобы лучше прижился, не верхнюю часть, а нижнюю, все наоборот, все через зад, ну, вот, выговорился я, поехал в город греться, до свидания, друзья, вот, но, зря, это, на мороз свалю, еще осталось, полторы минуты, я скажу, мороз, санитар, чем сильнее мороз, тем меньше всякой дряни в саду, но, чтобы эта дрянь не размножилась, не давайте ей повода, не калечьте деревья, на здоровое дерево, никто не кидается, только на больные, изувеченные нашими же руками, вашими руками, друзья, вот, сколько горьких писем, ужас какой-то, и сколько, да, уже человек, 30 лет сада нет, 30 лет занимался, ну, где же вы раньше были, а где вы раньше были, вот, мой круг, очень узкий круг, очень, несколько тысяч человек я научил за свою жизнь, мало, против нас миллионы, у Поливкины, этих самых, два с половиной миллионов просмотров, как убить дерево, ну, писала бы, как убить дерево, вот, нет, серебряники дороже, столько просмотров, представляете, как воевать-то с ними, я не знаю, нас мало, распространяйте это все, просьба, распространяйте, этот фильм в том числе, до свидания, друзья, сейчас открутится камера, но я, что успел, то сказал, вот, до новых встреч, субтитры Алексею Дубровскому